Здравствуйте, это актуальный разговор в студии Кабарлар и сегодня мы будем говорить о подготовке ко всемирным играм кочевников. Безусловно, это прежде всего крупное спортивное мероприятие, но не будем забывать о том, что постепенно это событие становится еще и важной вехой в культурной жизни нашей страны. В этом году впервые в рамках всемирных игр и игр кочевников будет проведен кинофестиваль. И об этом мы будем говорить с арт-директором предстоящего мероприятия, крупного кинофорума, который будет проходить в рамках игр. Ника Итимирова, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, какой смысл закладывается в проведении этого культурного события. Форум, как и говорится, затрагивает только фильмы, которые сняты на тему экологии и этноса. И исходя из этого мы назвали кинофорум «Мюнгуй», потому что «Мюнгуй» — это ледник, и этот ледник является для человечества, для жизни, для природы самым важным явлением. И оно как бы такое олицетворение, быть чистым, быть выше духовно, как ледник. Но всё-таки это больше документальное кино, либо художественные картины? Вообще-то можно и художественные фильмы включать, потому что мы не можем ограничиваться только документально, потому что искусство безграничное. Но, к сожалению, на тему экологии и этноса больше снимается документальных фильмов. Очень много документальных фильмов, поэтому у нас больше как бы идёт… Больше участников представили документальные фильмы. Вот как раз-таки об участниках. Акцент на документальный фильм. Сколько картин уже представлено и из каких стран? В данный момент у нас идёт отбор фильмов, потому что у нас недавно только дедлайн был 1 августа, и до 10-го у нас будет отбор фильмов. И где-то после 10-го, где-то 11-го или 19-го мы уже объявим окончательно все фильмы участников наших гостей. Ну, хотя бы ориентировочно какую-то цифру, география стран, которые представили все картинки. Ориентировочно я могу сказать, что в основной программе будет где-то около 10 фильмов. И будут также спецпрограммы, спецпоказы дополнительные. А там где-то будет около 10-15 фильмов тоже ориентировочно. А фильмы, которые подали заявки, это Европа и Азия в основном. Америка в этом году немножко как бы… Мы первый раз, поэтому мы до Америки пока не дошли. Но с Европы очень много фильмов, с России, с Казахстана, с ближнего зарубежья. Вот в основном Европа и Азия. Ну, и теперь самое главное, пожалуй, где будет проходить показ, демонстрация этих фильмов. Отдыхающие, допустим, которые находятся неподалёку, смогут ли посетить это мероприятие? Да, конечно, наше мероприятие пройдёт в рамках Игоря Кочевников в Рочище Корчен на Иссык-Куле. И все гости, которые там будут, смогут посмотреть все наши программы. Добро пожаловать, мы вас всех приглашаем. А также у нас и будут свои гости-кинематографисты, которые мы сами приглашаем. И режиссёры, конечно, фильмов, которые мы показываем. И мы объединим наших гостей с гостями Игоря Кочевников. Для всех двери открыты, поэтому всех приглашаем, всех ждём. А просмотры фильмов пройдут под открытым небом. И также мы организовываем юрточный просмотровый зал такой специальный, чтобы можно было как-то с тематикой Игоря Кочевников. Ну понятно, что это первое мероприятие. А вообще в перспективе есть какая-то задумка развивать этот форум? И во что он вообще, по вашему мнению, может вырасти? Да, конечно. Мы первый год пока что закладываем фундамент для будущих проектов, для будущих фестивалей. Вообще-то мы планировали сделать такой большой фестиваль этноэкологических фильмов. Но в этом году у нас, к сожалению, не получилось. Поэтому мы ограничились кинофорумом. На следующий год мы планируем сделать кинофестиваль и конкретно подготовиться. В этом году у нас немножко со временем тоже как бы не получилось, потому что первый раз проводим. И как бы вся организация, всё по-новому, всё прям с нуля начинали. Поэтому на следующий год нам будет более легче. И мы сейчас вот платформы для себя сделаем, а на следующий год мы уже сможем более обширно, более шире и более такой масштабной. То есть это уже будет, скажем так, полноценный фестиваль с жюри, с призами, с большим количеством участников. Ну то есть уже есть и спонсоры, да, какие-то, которые готовы? Ну мы сейчас вот насчёт этого тоже разговариваем, готовимся, потому что как бы сейчас ещё идёт работа. И на следующий год уже тоже как бы есть у нас кое-какие планы, которые мы будем развивать и дальше. Завершающий вопрос. Из тех картин, которые вам уже удалось отсмотреть, есть действительно интересные вещи, уже может быть какие-то фавориты? Да. Вы знаете, вот я сама вот занимаюсь именно фильмом, отбором фильмов. И, знаете, я не ожидала, что у нас столько хороших фильмов, особенно документальных. Но, конечно же, есть и игровые фильмы, но игровой фильм, оно как бы немножко отходит в некоторых местах, потому что там драма, там чувства людей, там история, да, вы как сами понимаете. А вот именно документалистика, она передаёт чисто тему именно экологии и этноса, то есть именно ту проблему, о которой они как бы заложили, да, изначально в идее фильма, проекта. И, знаете, я сама была так удивлена, посмотрела очень хорошие фильмы. Есть, ну, такие кадры вообще завораживающие, которые, вот, просто вот, как сказать, вот иногда я вот смотрю на некоторые кадры и смотрю, неужели это наша планета, неужели это где-то там находится, но мы этого не знаем, да, вот, например, в соседних странах, там, за рубежом или в Арктике, или в Атлантике, или где-то там, да, в джунглях, знаете, это вообще просто завораживающие картины. Есть, конечно, и тема проблем, проблемы, которые нам надо решать, думать, задумываться об этом, как бы доводить до общества, что надо, как бы, сохранять экологию, думать об экологии, думать о будущем нашей планеты, потому что мы живём на этой планете, и поэтому нам, если мы будем, как бы, бережно относиться к природе, то нам самим же дальше приятнее будет жить, и, как бы, катастроф всяких вредностей будет для нас поменьше. Ну что ж, Ника, большое спасибо за интересную беседу. А мне остаётся напомнить, что у нас в гостях была арт-директор первого кинофорума, который пройдёт в ходе всемирных игр кочевников, Ника Тимирова. Всего доброго и до встречи на канале УМИТ-ТВ.